Аварийность в регионе растет с пугающими темпами. Буквально каждую неделю сводки пополняются новыми дорожными жертвами. За 6 месяцев и 20 дней 2017 года на территории Ивановской области зарегистрировано 750 ДТП с пострадавшими, в которых 53 человека погибли, 972 получили травмы тела. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при снижении количества ДТП на 7,4%, снизилось число раненых на 11,1%, а число погибших людей возросло на 10,4%. Традиционно ухудшение дорожной ситуации ставит перед госавтоинспекторами два вопроса – кто виноват и что делать. Ответ на первый есть. Первоочередная причина серьезных ДТП – нарушение со стороны одного, а бывает, что и нескольких участников столкновения. Например, недавняя авария на Ярославской трассе, в которой погибли два человека. Мерседес выехал на встречную полосу, где столкнулся с Приорой. Позже инспекторы выяснили – предполагаемый виновник ДТП неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. Предварительной причиной ДТП стало несовлюдение водителя Мерседеса скоростного режима и выезд на полустречного движения. Более того, следует отметить, что водитель Мерседеса за последний год, в течение 2017 года, 37 раз привлекался к административной ответственности за нарушение в сфере безопасности дорожного движения. А водитель автомашины Приора не имел водительского удостоверения. Чтобы повлиять на ситуацию, сократить число жертв ДТП, инспекторы в ежедневном порядке патрулируют наиболее аварийные участки. Четыре экипажа выделены для усиления районным госавтоинспекциям. Проходят массовые проверки и профилактические рейды. Инспекторы предупреждают, убеждают, наказывают. Но этого, конечно, недостаточно. Потому в регионе ежедневно работают автоматические системы фото-видеофиксации. Девять стационарных и 22 передвижные. На основе фотоматериалов, полученных со специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, за нарушение скоростного режима вынесено 96 778 постановлений. Из них 520 – это по части 4 статьи 12.9, превышение установленной скорости движения на величину более 60, но не более 80 км в час. 53 постановления по части 5. Превышение установленной скорости движения на величину более 80 км в час. Судя по количеству нарушителей, попасть в видоискатель дорожной камеры лихачи не боятся и готовы расстаться с денежками ради возможности прокатиться с ветерком. Рекордный показатель скорости зафиксировала камера на улице Куконковых. В черте города автомобиль нарушителя ехал 180 км в час. Лишь чудом этот заезд не закончился жертвами. Сегодня в силах каждого гражданина максимально защитить себя и своих близких, и других участников дорожного движения. Соблюдать скоростной режим, пристегнуться ремнем безопасности, надеть мотошлем, посадить ребенка в специальное удерживающее устройство. Начав с себя, мы сделаем шаг к нашей общей безопасности. Помните, что являясь водителем, вы управляете источником повышенной опасности, а состояние алкогольного опьянения, пусть даже легкая степень, затормаживает реакцию. Кроме вас, в автомобиле могут находиться родные и близкие друзья, которые полностью доверили вам своей жизни. Инспекторы призывают водителей, если не останавливает вероятность получения штрафа, руководствоваться хотя бы инстинктом самосохранения, чтобы не пополнить трагический список. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.